Каждую минуту своей жизни мы имеем право прожить всего лишь один раз. Второй шанса нет. Скажем, вот открыл бизнес теперь, да? Теперь как управлять этим бизнесом? Это еще небольшая проблема. Почему артель разбогател? Миллиардность. Люди платят деньги в трех случаях. Они говорят, да я сам потихонечку. Да ты сам потихонечку поймешь, рынок меняется, уже клин меняется. Твоя идея устареет, твой продукт устареет. Да ты ничего не успеешь. Например, скажем, при выборе бизнеса, да, какого направления, какие параметры важны? Посмотрите на эту бутылку. Проходимость вода в этой бутылке зависит от узкого места. Физическим трудом невозможно изменить свою жизнь. Надо купить крутой мебель, он не реально прибыль. В самом первую очередь надо вложить их на то, что он напрямую влияет. Здравствуйте, добро пожаловать. Мы очень рады видеть вас сегодня. Спасибо, дорогой. Мы благодарны, что вы сегодня откликнулись и дали согласие на это интервью. Спасибо, дорогой. Значит, мы и начнем. Да, да, еще. С вами олегом, уважаемые наши слушатели. Будьте до конца с нами. Думаю, что ребята готовили очень крутые вопросы, которые будут для вас много инсайтов. Это возможность послушать такие интервью, брать для себя именно то, что в будущем пригодится вам очень сильно. Это очень выгодно, потому что люди за часовые консультации платят очень хорошую сумму. У вас есть возможность получать эти ответы. Так что думаю, что это как раз перед Новым годом хороший подарок. Первый вопрос. Чуть расскажите про ваши бизнесы. У меня в данный момент 27 компаний. С учетом наших холдингов и с учетом наших фонда, благотворительных фонда. В общем, все 27 их. Из них, получается, 24 из них приносят прибыль. Три из них, один благотворительный фонд. И двое из них, это такая холдинговая управляющая компания, которая занимается управлением остальным. И, ла-хамдуллах, все 24 они прибыльные, они работают. Какой-то из них большая прибыль, приносит какой-то меньшая. Мои бизнесы направлены в сфере магазинов техники. Они находятся в Узбекистане и Таджикистане. То есть я имею в виду домашние техники. Это холодильники, телевизоры, всякие пылесосы и так далее. Потом в магазине области парфюмерии. У меня два бренда парфюмерии. В этом направлении у нас приличные магазины. Алла-хамдуллах. Новые бренды, Рича Роме, с мая месяца мы запустили. Они есть в России, Узбекистане, Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане. 112 магазинов. Мы запустили с мая месяца в этом году. Предыдущий бренд я сделал 459 магазинов и продал свою долю. В другом бренде, лайфстайл парфюмерии, у нас 64 магазина. Они тоже находятся в России, Казахстане. Основное большинство в Казахстане. Узбекистане, Ташкенте, нескольких магазинов. Потом есть другое направление. Магазины оптика. Они основные по Казахстане. У них 24 магазина. Мы продаем очки для зрения, от солнца и так далее. В общем, параллельно еще всякие бади для зрения и так далее, которые помогают для восстановления зрения и так далее. Другой мой бизнес, это Кыргызстан. Мы продаем спортивные товары. Омега-спорт, тренажеры, в общем, все спортивные инвентары. Еще казахстанец, другой бизнес. Мы продаем стройматериалы. Стройматериалы, клеи, вот это всякие, потом красители для производителя, которые трубы делят и так далее. Он находится в Казахстане, в компании Joint. Компания Joint, это с английского переводится то, что клеит, соединяет. Вот это. А Futuro Magnum, это мой продюсерский центр, который снимает фильмы и так далее. В основном участвует в киноиндустрии. Он находится в Москве. Пять уже фильм снимали. Делаем, в общем, эту работу. Потом из Орехмаркет, мы продаем сухофрукты. Это несколько магазинов в России находятся. Потом из других компаний, это строительные компании, которые строят многоэтажные дома. Они находятся в Таджикистане. Мы в Худжанде построили несколько домов, построили свою школу. Теперь строим в Душанбе. Там брали один целый микрорайон, там строим. По-другому, я думаю, что после Нового года планируем начнем. Есть еще другой бизнес, который я строю, плантации. Плантации оберкосов, яблоки, миндали, фисташки, черешни, сливы и груши. Они очень в разных точках Таджикистана. Где-то там 60 гектаров, где-то 100 гектаров, где-то 1000 гектаров. Вот так потихонечку мы это делаем, плантации сажаем. А есть другая компания, в Таджикистане занимается основной постройкой ОРЦ. Это оптовый распределительный центр, логистический центр. Сейчас в дальний момент. Сегодня меня обрадовали. Отправили уже у меня приказ, скажем, уже полностью, то есть решение Верховной палаты Таджикистана, которая с моей компанией в Таджикистане. Есть контракции государства. Полностью узнает логистический центр. Алхамдилу, я очень благодарен. Наше государство поддерживает предпринимательство. Они очень хорошо помогают, кто правильно работает. Кто правильно работает, добросовестно работает, помогает. И, алхамдилу, сегодня мне отправили решение, которое было заседание депутата, и она приняла решение в этом заседании. А поддержка совместная, наша компания с государством. Я строю там оптовый распределительный центр. Там разных регионов. Тушанбея, Худжанди и Хатлоне, алхамдилу. В этих направлениях. Вот, потом есть еще другие компании, которые там тоже в Таджикистане работают. Получается, у нас есть типа Худжанди, дом знаний. Дом знаний, его основная задача заключается в том, чтобы мы хотим построить по всему району, по всех городах. Модел, она такая. Это не библиотека и не тренинговый центр, и не кворки. Это что-то больше того. Там есть и книги, там есть и диски, интернет бесплатно. И каждый день проходят мероприятия. Каждый день встречи с разными. Где-то с поэтами, где-то с бизнесменами, где-то с политиками и так далее. А там проходят каждый день. Почти в неделю несколько встреч и так далее. То есть этим я хочу сказать, что мы создали платформу, где мы можем через чтение книг, через встречи, через общение молодежи дать возможность реализовать себя, реализовать свой талант доступным путем. Миссия этого дом знаний, она в этом заключается. Потому что есть люди, которые хотят проявлять себя, реализовать. Они ищут, как выбрать себе профессию или как выбрать куда-то. Но он не знает, у него нет доступа к такими людьми. А у него есть шанс, как раз побывая в этом дом знаний, найти способ или спросить у того, кто это уже делал. Или прочитать телекатриатуру, которая в этом написана. У нас огромное количество шикарных, можно сказать, ассортимент книги по бизнесу, по личностному росту и так далее. Эти книги очень дорогие, они недоступны многим людям. Там он бесплатно читает. А если хочет, могут он взять его прокат к себе домой. Там один или два суммы они стоят. Книги, которые сто долларов стоят, он за два суммы они берет, это сутками, 3-5 или неделю почитает, 5-10 суммы они, и возвращает. Почему он должен символически что-то платить? Книга не должна изнашиваться. Если она изнашивается, на его место еще он должен заменить. Это социальные проекты и так далее. Классно. Вот, в общем, такие направления еще. Еще есть, правда, много предложений, которые я строю в школе. Построил школу Оксфорд. Мы выкупили аккредитацию, лицензию Оксфорда в Таджикистане. Впервые я его привез туда. И сейчас я планирую еще дальше делать. Университеты хочу строить, еще много по районам хочу в школе строить. Ну, то, что мы зарабатываем, в этом вкладываем, делаем. Я очень поддерживаю свое образование, сферу технологии, инновации и сферу натуральной продукции. Это те направления, которые я считаю, что очень необходимо внимание обратить на этим делом бизнеса. Есть еще бизнесы в Ташкенте, Рич Косметика. В магазине у нас там в Ташкенте. Два магазина, один в Алмате. Мы его тоже потихонечку масштабируем. Продаем косметики, хорошие косметики, продаем разного бренда. Мы продаем производителей, которые наши бренды с нами сотрудничают. Они с Турцией, с Кореей, с Японией, с Испанией, с Италией. И мы работаем. Это хорошее направление. Ради чего вы делаете то, что вы делаете? То есть в чем заключается смысл вашей жизни? Ради чего вы живете? Это один из самых важных вещей. Я себя считаю реализованным человеком. И смысл в моей жизни очень богат. Я так думаю. Потому что я делаю то, что делает меня счастливым, что вдохновляет. Ради чего я это делаю? Два важные вещи. Первое. Я не могу свою жизнь просто так прожить. Нельзя свою жизнь просто так прожить. Она все равно пройдет. Эта жизнь все равно пройдет. И его просто так прожить я не могу. Это первое. И другое. Я всю свою смысл жизни закладывал больше всего в само. Это наше тренинг в индустрии, которую мы занимаем, школа само. Потому что каждый, кто приходит к нам, мы помогаем ему реализовать тот талант, который Богом дано. Мы помогаем ему найти себя. Найти себя. И я убежден, что бесполезных людей нет. Аллах каждому человеку дал определенный талант. Но только этот талант надо найти. И найти, реализовать его. И соответственно, мы помогаем бизнесменам реализовать свой бизнес, реализовать свою мечту через полезность. И создавая полезный продукт, полезный услуг. Помогаем многим людям избавиться от долгов, кредитов, чтобы они не попали в банкротство, сохранили бизнес и так далее. Соответственно, помогаем родителям воспитать те детей, которые мечтали бы. Наши курсы, они направлены на четырех направлений. Один из них это для владельцев бизнеса. Другой для массового народа, который обучает финансовую грамотность. Потому что мы поняли, что нужда управлять людьми. Нужда управлять. И его нужда не под контролем. Ты хороший человек или плохой, детей кормить надо, не имеет значения. Кому услугу платить надо, хочешь не хочешь. Поэтому, когда у человека мы поняли, что есть финансовая грамотность, он побеждая нужду, ему легче ориентироваться. Ему легче думать о своей реализации, то духовная сила, то духовные ценности. Но если он голодный, если он нуждается, он будет пойти работать там, где ему лишь бы предлагают. И у него времени остается пойти за свою мечту. Поэтому второе направление мы обучаем именно, как добиться финансовую стабильность. А третье направление это личностный рост и улучшение, смене отношений обучаем. Четвертое это обучаем, как воспитать гениальных детей, самостоятельных детей, которые умеют быть лидерами, самостоятельными, организованными и так далее. Поэтому вот, когда вы меня спрашиваете, в чем смысл вашей жизни, выраживать больше сильных личностей, помогать большее количество людям быть реализованными. Один из целей моей жизни – это 100 миллионеров вырасти, построить много школ. Это цель за пределем жизни. Что такое цель за пределем жизни? Это то, что я хочу оставить после себя. Их там 14 пункты. Я их написал давным-давно. Я хочу оставить после себя два фильма. Хочу оставить 50 книг. Через книги «Повыляемая жизнь в будущем поколении» и так далее. 100 миллионеров учеников. Хотя бы 10 школ. 100 компаний. Я хочу оставить после себя 100 компаний. Почему 100 компаний? Доля имеет 100 в разных компаниях. Потому что, когда 100 компаний, я уверен, что не будет так, что они одновременно банкротятся. Так не будет так. Все равно, что-то из них будет слабее, что-то будет крепкое. Кто-то из моих учеников будет продолжать то, что буду я делать. Или мои дети, возможно, кто-то продолжит. И так далее. Моя задача – построить систему и стратегию на 500 лет, на 1000 лет. До того, когда я уйду. Я его уже расписал. Потому что я не знаю, когда умру. Но я точно знаю, что умру. Когда – не знаю. Поэтому я расписал стратегию на 5000 лет. Я расписал эту стратегию. Я оставлю его. И обязательно появится кто-то, либо, возможно, из моих сотрудников, которые это будут делать. Хочу оставить после себя благотворительный фонд. Хочу оставить после себя хотя бы 10 кейсов. Таджикистан, она богат именно водными ресурсами. И я работаю над тем, чтобы гидроэлектространство построить. Почему? Потому что я считаю, что это необходимо делать. В каком-то государстве Аллах давал нефти. А нам давал воду. Значит, это надо делать. Это ресурсы. Где-то давал другое. Где-то давал, например, если посмотрим лес. Где-то давал нефть. Где-то давал чего-то. Океане и так далее. У них часто бюджет составляется от морепродуктов или чего-то. А нам давал, значит, горе и вода. Значит, оттуда что-то давал нам. Просто нужно это делать. Нужно начинать это делать и так далее. Вот так. Я хочу оставить воспитанных, хороших детей. Я написал каждому из них какое образование. И что хочу оставить им и так далее. Вот эта цель за пределы жизни, что я хочу оставить после себя, она мотивирует. Я хочу оставить после себя миллион дерева минимум. А хотя наши цели 10 тысяч гектаров плантации делать, миллион дерева это не плодоносящие деревья. А плодоносящие это 10 тысяч гектаров, это еще больше будет. Потому что на одного гектара в среднем уходит в районе от 2,5 тысячи в районе. Интенсивные садии уходят в 2,5 тысячи. А если формат наши 3 по 6 диаметра, скажем, 550-600 дерева уходит. Так что очень прилично это. Вот это то, ради чего я работаю. Иногда меня спрашивают ребята, вроде бы деньги есть, но вы так много работаете. Это ритм моей жизни. Я не знаю, как по-другому жить. Я просто говорю, реально людей не понимаю. Они так медленные. Они очень медленные. Это ритм моей жизни. Я в этом ритме живу. Я себя комфортно чувствую в этом ритме. Однажды моя жена мне сказала, ну вроде бы состояние есть, доход есть. Да может быть хватит, может быть вам не надо много работать. Я ей сказал, я умру, если я перестану работать. Потому что я в этом вижу смысл своей жизни. Создать что-то. Что-то продолжать создать. Создание новый продукт, создание новых услуг. Возможность дать. Искать молодежи, которой я могу помочь. Быть полезным. Главный смысл моей жизни это быть полезным. Я это ставлю, сделаю себе лозунг жизни. Если мы общаемся сейчас, от этой встречи должно быть польза. И вам, и мне, и кто-то еще, кто слышит. Если от этого нет пользы, я никогда не пойду куда-то. Это правда. Просто разговаривать нельзя. Надо о чем-то договориться. И этот разговор должно принести пользу. Просто даже знакомиться я не хочу. От этого знакомства должно быть польза. Я хочу быть полезным отцом, полезным родителем, полезным наставником, полезным человеком на земле, полезным другом. Если я не могу быть полезным каждую минуту своей жизни, и не могу его привести в пользу, я читаю, что этот минут в жизни я не жил, он потерян. Иногда мне пишет, можно у вас пару минут, можно у вас 10 минут. Я говорю, если есть полезная вещь, давай встретимся. Или напиши мне по факту, по конкретику. А так, давайте поговорим, можно вас пригласить на чашку чай. А эти вещи, я перерос эти вещи, мне это не интересно. Потому что у меня сейчас 43 года, год за годом возраст идет, охота, чтобы каждую минуту жизни прожить, можно сказать, осознанно. Осознанно прожить. Именно каждый поступок осознанно делает. Разные вещи, когда ты живешь осознанно или когда ты живешь по автомате. Когда по нужде живешь, по автомате живешь, и ситуация управляет тобой. Это два разные вещи. Прожить свою жизнь осознанно, она раскрывает тебя изнутри. Когда мне жена сказала, что может быть остановитесь, я сказала, послушай, я повторно приду, не приду на этой земле, я это не знаю. Жизнь, она один раз отдается. В одном своем книге написал, что каждую минуту своей жизни мы имеем право прожить всего лишь один раз. Второй шанса нет. Поэтому я хочу максимум испытать себя. Максимум. Вот это время, которое дано, его максимально испытать. К чему я способен? Сократ, великий флософ, он говорит, что лентяй не тот, который ничего не делает. Лентяй тот, который мало делает по сравнению к чему был способен. Потому что, например, если вы можете сделать на 100 баллов, но вы сделали за 50, но вы могли бы делать качественно, вы могли бы делать хорошие вещи, но вы делили на половину, значит, вы точно лентяй. А тот человек, который ничего не делает, значит, он не умеет делать, поэтому он не лентяй. Лентяй тот, который от него получилось бы, он мог бы оставить после себя крутые продукции. Может быть, он дал бы народу что-то хорошее, но он на поле пути остановился. Вот он лентяй. Сократ, великий флософ, еще он несколько тысяч лет назад жил. И когда я прочитал это, я думал, вау, как он правильно сказал. Действительно, мы же не ожидаем от неудачника какой-то ценный продукт. Мы же никто не ожидает, ни общества, но человек, который к чему-то способен, он должен максимум выжимать от себя. Это важно. Есть один заслуженный народный артист СССР, это, как его звание, армянин, Джигарханян. Он сказал так, лучше изнашиваться, чем рыжавеет. Есть огромные таланты, которые рыжавеют, не найдут свое применение. Как железа, которая рыжавеет, и вот эта рыжавщина съедает их. Есть же такие железы. А есть железа, которая пользу принес, изнашиваются постепенно. Так что лучше изнашиваться, чем рыжавеет. А как вы планируете свой день? Да, это очень важный вопрос. У меня все поставлено на поток. Например, чтобы вы меня поняли, посмотрите на эту бутылку. Проходимость вода в этой бутылке зависит от узких мест. Это сколько диаметр и столько пропускает. Он больше не пропустит и так далее. А жизнь у нас, неважно сколько он лет, 40 лет, 50 лет, 100 лет, проходимость 24 часа каждый день. И не имеет значения, в каком возрасте вы, 20 лет вам или 50 лет вам. Проходимость все равно, то, что ты используешь сейчас и здесь, это 24 часа. Поэтому я вот такой модель использую. 6 часов я сплю, 5-6 часов я переучил свой организм. Больше это я редко сплю. 2-3 недели, один раз я сплю 8 часов или 9 часов, чтобы выспаться. Если я сплю 5-7 часов, я такой бодрый, я такой энергичный. 5-6 часов. Но если спать 7-8 часов, я такой вяле. Цельный день какой-то непонятно себя чувствую. Некоторые люди не знают, 10 часов спать, как-то они привыкли на это. Ну, у каждого свой биоритм, биологические часы. Вот, организм можно переобучить. Вот, а теперь я утром, когда стою, я вам скажу пошагово. Утром, когда стою, я первым делом, соответственно, целый час я занимаюсь в духовной практике. Это зикры, это я слушаю Коран, параллельно делаю зикры. Это доутренний намаз, обычно. А если ты иногда слишком был уставший стал утренний намаз, после него я продолжаю. Но один час, это моё однозначно только тренировка духовной практики. Я просто очень хорошо понял, чтобы ты был удачливым человеком, чтобы ты был человеком полезным, чтобы Аллах руководил твои дела, оберегал тебя. Когда Аллах оберегает тебя, плохой не присоединяет к тебе. Плохие люди автоматом уйдут от твоей жизни, плохой автоматом уйдет от того, что ты делаешь и так далее. И вот это чтение каждый день, один час Коран, она перевоспитала меня. Я читаю Тафсиры Корана, я слушаю аудио и переводом, Тафсиром и так далее. Так мне легче и параллельно делаю зикры, экономить время. Раньше я три часа на это отдавал, потому что читал час, потом мы еще полтора часа делали зикры, это время занимало. Сейчас я, чтобы экономить время, все делал аудио, я включу его, аудио Тафсир читает, и Тафсир делаю переводом. Суд в том, что я должен понять, что делать, не просто зубрировать или как попугай повторить суру Корана. Суд в том, чтобы я понял, как жить, потому что это инструкция жизни. Коран же не обучает, как плохо поступит, он обучает, как правильно жить. Я каждое утро это делаю. Один из секретов моего успеха в этом заключается. Я просто читаю каждое утро и делаю, что там говорится, делаю, что там объясняют. И в течение дня я стараюсь это практиковать. Каждый день. Это в протяжении уже несколько десятков лет. Я это делаю каждый день. А потом после 40 минут, иногда час я работаю над собой. Это медитация и физическая нагрузка. Раньше это время занимало больше, сейчас 30-40 минут мне хватает. То есть я делаю 5-10 сильных упражнений, которые мне помогают на кардио, то есть в сердце и так далее. Держат меня в тонусе. Энергия. Очень важно быть в ресурсном состоянии. Жизнь это не время, многие так думают. Но жизнь это энергия. Что это означает? Это означает, что есть люди, у которых много времени. Да у них силы нету чего-то делать. Они как батареи, которые разряжены. Телефон, который без зарядки осталось. Жизнь это энергия. Энергия, если ты что-то создашь, энергии нет, ничего не можешь создать. Даже образованные люди, умные люди, они ничего не могут делать. Они не могут свои знания использовать, потому что у них нет уверенности в себе. А почему нет? Потому что у них нет энтузиазма, вдохновения, драйв. Энергии нет у них, поэтому они не могут делать. Поэтому я занимаюсь своим здоровьем и так далее. В общем, потом до 9 часа утра я не принимаю никого. Никого не принимаю. Я занимаюсь своей стратегией, я думаю о своих планах и так далее. Я редко кого принимаю. До 9, до 10 утра никого не принимаю. Это сколько времени примерно? Это 1,5-2 часа. Я использую формулу 90 минут. 90 минут она эффективная вещь. Каждый день ты должен каждый день заниматься своей стратегией. То есть я думаю о своем бизнесе, о стратегии своей жизни, размышляю о них и так далее. Пишу поручения, направляю кого-то и так далее. То есть это время, когда мой мозг отдохнувший, когда он свободный, когда состояние смиренности и так далее. Потом от 10 до, скажем, до 2, до 3 и так далее. Иногда бывает, что с 10 у меня тренинги начинаются до 4. Я тренинги читаю служением. Это на работа. Одновременно она для меня выходит в образовательный час. Одновременно выходит на служение. То есть я этим, как социальные дела, принесу пользу людям и так далее. А если у меня тренинги нет, 10 до 2 идет бизнес-работа. То есть я занимаюсь моими бизнесами и так далее. Если днем я занимался бизнесом, после обеда я занимаюсь социальные дела до 6. А если тренинг, это значит служение людям. Значит, после 4 я начну бизнесом делать и так далее. С 6 часов у меня время для семьи. Определенное время у меня для семьи выбрано 2-3 часа каждый вечер. Я, если даже далеко, все равно общаюсь по скайпу, по ватсапу. Мне надо узнавать мой сын сегодня, что делал. Мне важно это. Мне важно, чтобы моя дочка что читала сегодня. Мне важно, я планирую, у каждого моего ребенка есть определенные стратегии. Для каждого из них, как размер одежды, для каждого из них у меня есть планы. У этого есть план, у этого. И я знаю мечту каждого своих детей. Я с ними общаюсь. Это время. И это время другому не дано. То есть, если это время я выбрал для сына, например, это время для другого не дано. И я работаю с ней. Потом завтра с этим. Послезавтра с ними. У нас вот так. Это время для семьи раздлину. Я его никому не даю. Потом иногда с 8 часов начнется у меня, до 10 вечера, иногда какие-то вебинары, или иногда встречи с моими индивидуальщиками. Встречи индивидуальщиками. Да, перемежутками, когда я на меня прерыви и так далее, на вопросах отвечаю своим индивидуальным ученикам или своим партнерам, или своим управленцам бизнеса и так далее. Потому что у организации много вопросов появляется. Я отвечаю у них. Иногда это займет мне вечером час времени. Я отвечаю иногда. Иногда между делами отвечаю. Но встречи даже своих индивидуальщиков чаще всего я ставлю по вечерам. Чаще всего. Мои индивидуальщики мы проводим где-то 9 до 11 вечера. Чаще всего. Вот так. Супер. Вот так проходит время. И это стабильно так должно быть. И она поток и поставлена. Моя помощница знает, когда это все где организовать. Например, если сегодня кто-то звонит, по бизнесу говорит, и здесь уже места нет. Она говорит завтра. Я говорю, нет сегодня. Она говорит, нет, извините, пожалуйста. Она поставляет его там, когда-когда. Это как очень важный поток. Как река. А вот так, что какое-то время густо, какое-то время просто вдыхаться. Нет. Нет, это не должно быть так. Если в целом это все брат, я его комбинировал так, что сутка 24 часа. Итоги. Что получается? Итоги. Она получается по правилам 6 часов сон, 6 часов образования, 6 часов получается служение Богу и 6 часов работы, бизнес. Я больше 6 часов никогда не читаю. Ни тренинги, ничего. Вот так работает. А если тот день тренинга, значит 6 часов ушло на бизнес. И так далее. Вот такое. И она работает. А в частности 6 часов служения я увожу это чтение Корана, то есть служение Аллаху. Это чтение Корана, это намазы. Это даже когда воспитанием детей занимаюсь, я это читаю, что это тоже служение Всевышнего. Это когда я благотворительность делаю или когда выступаю по Ютубе бесплатно, запись. Это я считаю, что это все благотворительность. Потому что через это это же это как назвать? Хайрайджория, да? То есть это так называется. Садхайджория. Садхайджория. Вот так и называется. Почему? Потому что таким образом мы служим миру. Таким образом мы служим миру. Кроме ежедневных планов, есть ли у вас там вещи, которые вы в неделю один раз делаете или в месяц один раз делаете? Да, да. Сейчас скажу вам. Мне помогает очень важно, чтобы у меня стратегия расписана на 100 лет. Я свою жизнь планировал на 100 лет. И в этом 100-летнем плане расписано, например, я знаю, когда мне будут 50 лет, что я буду, где я должен быть. Когда мне 70 лет, когда 80, когда 100 и так далее. И когда вот это четкое понимание есть, я знаю, что чтобы достигать эти цели, я не отвлекаюсь. Я вообще не отвлекаюсь. Когда кто-то приходит и мне предлагают разные идеи, если я вижу, что эта идея мне приближает к моей цели жизни, я это делаю. Если не приближать, я от него отказываю. Теперь, это есть план, который на столе. Потом от него есть у меня план, ежегодный план. Каждый год. Каждый год есть план. В этом году мы уже знаем, что будем делать. И вот она расписана по месяцам. А от месяца есть по еженедельной. Каждую неделю. Самый эффективный план это еженедельный план. Еженедельный план короткой дистанции не забывается очень быстро. Каждую пятницу я анализирую этот план, я вижу этот план и моя помощница график каждую пятницу отправляет мои встречи и я согласуется со мной. Следующую неделю, да? Да, каждую пятницу. Каждую пятницу получаю, потому что любой, кто бы не выходит, я очень занятый человек, очень сню свое время, поэтому у меня есть помощница, которая это все организует, ассоциент мой и люди выходят там с звонки или там мои бизнес-единицы и так далее, потому что я каждую неделю встречи организую с моим руководителем холдинга. Каждый. А они делают со своей бизнес-единицей. А руководитель бизнес-единицы я месяц один раз встречаю. Следующий год уже почти два года я так делал, в этом году я уже вижу, что руководители холдинга уже почти готовы. Теперь я могу с ними уже ежемесячно один раз вести встречу, дальше они могут сами справиться. но мы мягкий переход делаем. Я должен убедиться, что он компетентен уже в этом. И только тогда я могу перейти на другой уровень. То есть иначе, если я вижу, что он еще такого уровня компетентности не достиг, я не могу это делать. Поэтому вот так. Самый эффективный план это еженедельный план. Еженедельный план почему? Есть ключевая цель каждую неделю. То есть это что-то значит? Это значит, что эффективность она в чем заключается? Сколько завершенный, то есть уже ты это дело завершил в течение недели. У меня есть вот такое. 6 задач минимум я должен завершить в день. В день? 6 задач я должен завершить. Максимум 10. Я не берусь больше 10. Раньше как было тупо написал 20 и не успевал нервничал. Раньше было такое. А они когда ты много список составляешь ты не успеешь. А потом нервничаешь. Это ни к чему хорошего не приведет. Это постоянно депрессивность, нагруженность. Она забирает энергию. Ощущая что как будто ты не успеваешь. Вдохновлять человека завершенный дел. Поэтому 6 задач я стараюсь в день завершить. Каждый день 6 задач стараюсь полностью завершить 6 задач. Итоги из результата этих 6 задач и так далее я должен в неделю закончить главный цель. То есть будет много целей но есть главный цель. И каждый день такой. Есть много задач но есть один главный который я обязательно буду стараться закончить. Почему еженедельная она эффективна? Потому что иногда какие-то задачи в день которые ты планировал могут быть незавершенные остаться. Она может прийти на другой но до конца я надо обязательно завершить. Это просто необходимо это делать. Когда вот такой модель я начали использовать и это дало очень хороший результат. Год за годом мы выросли хорошо. Были годы когда мы 300% выросли объемом активов прибыла. Были годы которые 100%. Были годы 60%. По разным общим развиваемся. Вы рассказали про ваш фильм я видел ваш фильм один на миллион и там был такой момент где под вашими ногами вы нашли деньги. Как это было? Я последний раз когда меня забрали деньги милиционеры три раза у меня забрали деньги. Три раза. в 96-х годах эти деньги были для меня большие деньги. Один раз забрали у меня 3000 чем-то рублей. Это где-то около 3700 рублей. А вот подумайте 625 рублей это было 100 долларов. 3,5 тысяч рублей это 700 долларов почти. За 700 долларов можно было купить квартиру. Вот это последний раз забрали у меня столько денег. Доголами не разделы все забрали. Три раза это так делали. кроме того что деньги забрали мне паспорт порвали отправили в спецприем. Это было очень обидно. Я когда туда вышел и пришел и сидел на этой москве скамейке я сильно молился очень сильно молился. Денег не было добраться до метро и с трудом я подошел рано утром помню 6 часов утра метро начнет работать я подошел попросил у меня денег нет отвезите пожалуйста только с отдел милиции и все денег нет ничего и они меня отвезли я приехал киевский вокзал где я знал все я вышел сидел на скамейку и очень сильно молился я сильно молился и вон там произошло со мной какое-то озарение оно было такого формата я говорю Аллах почему со мной так я же никого не ману я же честным путем работы но не бывает честнее такой труд объясните мне разве бывает такой труд честнее когда тебе за 80 рублей рассыпной 22 тонна картошка разгружайте за полтора двое суток и вы не успеете деньги в руках брат заберет у вас эти деньги разве это бывает еще честнее труд но не бывает 22 тонна мешок положи уже 22 тонн от мешок положишь на весе это еще 22 тонн из весе положи складка склад это уже 26 тонн выходит за 80 рублей никто не брался за это работа я не я не боялся работать я в селе вырос в горах я очень работал физически я не боюсь работать я не устою от работы я взял это делал потому что деньги нужны были мне я поехал зачем поехал в Россию чтобы заработать и когда я сидел думал я же честным трудом зарабатываю так я же не обманываю не ворую не хитрю но почему эти деньги насыпь да то есть мне не идет я зарабатываю а они покидают меня я зарабатываю эти деньги уходят с моих рук я вроде бы зарабатываю честным трудом но их не останется я сижу думаю я зарабатываю с трудом это милиционер на мои деньги ходит пиво пьет это мой пот я смотрю на это это обидно я думаю Аллах что-то не могу понять что-то я не то делаю тогда дай мне терпение дай мне разум понять где я не то пошел и вот тогда видя озарение три вещи понял первая вещь что понял я тогда это было такое я тебе деньги дал а ты продолжаешь издаваться над собой я зарабатывал хоть немножко но они были у меня но я нормальной квартире не арендовал я же продолжал жить иногда на улице или чего-то я экономил на себе максимум тогда чтобы накопить деньги вот тогда понял вот как надо говорить нельзя потому что это не твоя жизнь это Аллахом дано тебе аманат я это точно понял в это время да это точно понял кто джабр делает на себя я на русском не знаю как джабр это скажем издевается над собой или перенуждает себя он никогда не будет богат никогда я это точно понял тогда на свою шкуру понял сколько бы ты не работал ты никогда не разбогатеешь потому что ты ты уже приборщил единственное что добьешься это потеря здоровья ты не говоришь что у меня насып такой у меня насып такой так делай да если чушь собачья судьба такой это твой выбор ты просто непонимание это делаешь я тот момент это точно понял нельзя чрезмерно издеваться над собой нельзя если Аллах дал не надо на себе экономить много вот первое что я понял второе что я понял физическим трудом невозможно изменить свою жизнь я сильно молился я сказал Аллах веди меня по правильной пути потому что я знаю что когда-нибудь все равно все будет хорошо потому что ты все контролируешь ты справишь но только дай мне силы это этап испытания пройти и вдруг мысль ты хоть знаешь кого-то кто-нибудь кто-то физическим трудом разбогател мысль идет как озарение понимаете как будто кто-то говорит тебя и ты анализируешь думаешь я думаю я никого не знаю кто трудом стал состоятельным разбогател наоборот знаю огромное количество людей которые трудом стали сделать себя больными неудачниками я тогда понял физически трудом я ничего не изменил третья вещь что я понял мысль знаете какой зачем ты приехал в москву какие были твои мечты я школьные годы мечтал в москве учиться сами интересны школьные годы мы что я бывший пионер и лучший пионер мы все мечтали увидеть Мавзолей Лельня увидеть там Красную Плошадь я мечтал какие-то достижения грамоты всемирной известности и вдруг а почему не идешь за свою мечту вы представляете это реальное озарение я молюсь и мысли за мысль мысли за мысль а почему ты не идешь за свою мечту а что ты делаешь ты делаешь то что отдаляет тебя от твоей мечты ты таким образом никогда не приближаешься никогда сегодня у тебя причина одно завтра другое послезавтра еще и вдруг потом у тебя дети семьи ты никогда не изменишь свою судьбу таким образом я это очень хорошо понял тогда и представляет я смотрю на себя себя не узнал все грязно я никогда так не ходил вы знаете оказывается человек ко всему привлекает я смотрю на себя у меня все мокро была ночь дождь было холодно одежды мокрые обувь грязная понимаете там даже вода ноябре 22-23 ноября вот в эти дни либо 21 либо 23 вот так так все я не берите я себе вдруг вдруг проснулся я в школе очень отлично учился состательной семьи вырос и я всегда красиво одевался и вдруг себя не могу себя узнавать кошмар какой-то как бомжу я думал ты же сам значит себе выбрал такой поэтому никто тебя не уважает ты сам себе упустил до этого уровня и вдруг вот я обувь снимал чтобы воду это носки выжимать понимаете я снимаю обувь там действительно все грязно и под него приклеено 2 по 500 рублей я был в шок я сначала думал это наклейки какие-то неюч смотрю похож на деньги я пришел в вокзале есть это типа это воздух вытяжка я на него сушили и пошел держал эти деньги в руках я пошел сначала кушал первым делом от души покушал и держал эти деньги обещал себе йо Аллах расти делал мне эти деньги они станут фундаментом моего богатства и вы верите так и произошло я начинал с них покупать два коробка зелена и начали продавать зелень и тысячи рублей было два по пятьсот рублей с того момента с того момента я каждый день сколько бы не заработал сколько бы не заработал я все от души тратил на себя я нанимал хорошую квартиру начали все нанимать душу денежно сколько бы не зарабатываю в течение дня оставляют от тысячи рублей а все то что заработать трачу на себя я сам не понимаю делал это а теперь сегодня когда уже понимаю я делала как тогда именно именно этим я перевоспитывал свое подсознание почувствовал богатый образ жизни я ходил в дорогие рестораны я ходил я помню у меня теперь немножко денег до вечера я должен все потратить вот тот тысяч рублей останется завтра куплю на него опять зелень опять торгую я так делал где-то 3-4 неделю так может быть может быть чуть больше каждый вечер это каждый день вот тысяч рублей которые первоначальные были я его оставлю а все остальные трачу сколько бы не заработал нормально начал одеваться раньше я помню что по 10 человек наши ребята средня и сейчас они так делали некоторые 10 человек в одном квартире я пошел сам один я сам один жил я платил хозяйку она все убирала мне готовила все делали я платил она говорит ты что богатый я говорю я не богатый у меня нету много денег но я хочу хорошо жить и я тогда понял на себя нельзя экономить надо нормально жить Аллах шедрый его богатство никогда не заканчивается он даст он всегда даст если человек понимает и вот так начал делать однажды помню так сестра сказала вози меня по Москву он говорит не понял куда туда-сюда вози за час я тебе плачу 80 рублей нормально я говорю ты знаешь я не приехал в Москву чтобы в этом вонючем рынке сидеть покажи мне в Москву что там в Москве вози туда-сюда туда-туда куда что может иногда часами стоял пробки но платил потом однажды я видел одного молдавана который в вокзале стоят он вообще очень состояние такой печально вспомнил себя я тоже ел с мусорка от голода были такие дни я видел его и как-то меня затронуло в сердце вспомнил свои дни я ему сказал послушай парень ты покушал у него слезы выращивались я ему послушай ты мне ничего не должен просто хочу угостить тебя я его пошел покормили и у меня пошла мысль почему бы каждый день не делать этого я начал вот это все тысячу рублей оставить себе сверх того все то что заработал все кормили приезжих просто тупо кормили иногда в день я кормлю 400 человек в день вы не представляете Аллах настолько велик я был обычным грузчиком который никто не уважал но он сделал меня таким уважаемым человеком я был в этом ринге легенда это правда и это слух дошло до хозяин ринка поэтому он меня пригласил стать администратором ринка грузчика до администратора я был теперь хозяин ринка я был все вечера я руководил весь оптовый рынок именно без моего рода ни одного машины не заходило и я стал таким уважаемым это Аллах такой знаете вот сура Корана если почитаете есть пророк там про каждый пророк говорится Иосифа от глубины Акоба мы взяли сделали правителем Египта так и сделаем с каждым кто верно служит нам говорится говорится потом про каждого пророка Моисея мы сделали победителем над фараона мы так и сделаем с каждым кто верно служит нам я это тогда понял любому человеку который правильнее вещи делает благ деяни очень важно благ деяни благородные деяни вот это благодат правильные действия они позволяют твою молитву донести я это сегодня услышал Коране сегодня утром сегодня представлять сколько лет я это слушаю иногда некоторые предложения слушают надо же это как будто впервые слушал сегодня утром послушал что человек приближается к Всевышнему путем вспоминания Аллаха и благодаря добрые деяния а твои добрые твои вспоминания и так далее добрые слова ангелия довезет а твою молбу твою просьбу твои добрые деяния довезет туда и я так даже не понимая это дело сейчас это понимаю поэтому благотворительность это ключ к успеху очень большим если правильные шаги делаешь Аллах ведет Аллах действительно ведет вот эти вещи помогли мне как-то вот теперь вы мне спрашиваете это действительно так было как есть так и было как есть так и было поэтому я потому что молился просили говорю Аллах если тебе где-то есть я сейчас так нуждаю с тобой наверняка это гранд моей терпения не дай мне тряться я сильно обращался я верю в том что когда ты обращаешься твоем обращении должно быть искренность и ты должен верить что твоя молитва будет услышана это очень важно и третий должен верить в том что любая правильная твоя просьба Аллах обязательно рано или поздно если ты наберешь терпения она обязательно рано или поздно осуществит и этому надо верить вот это я точно понял поэтому тот момент когда вот я просил что дай мне терпение пережить это все я не хочу стать вором я не хочу стать алкашом я не хочу сломаться внутри я не хочу пойти по плохой дороге наверное это грант моей терпения откуда не дай мне сломаться и вот пошло и поворот на минуту моей слизны как в виде внушения как в виде мысли выбора и так далее это был ключевой момент это один ключевой момент я этим что хочу сказать любому человеку в Коране что написано прибегайте на помощь к молитве и терпении представляете подсказка везде есть но мы оказывается их не не слышим я анализирую на это вижу думаю ага значит вот это стал ключевой момент переворот переворот моей жизни но ты молился но теперь иди по другой дороге не продолжай пойти если продолжать бегу грузчиком оставаться наверно ничего не изменилось но очень важно просто измениться супер например скажем при выборе бизнеса какого направления какие параметры важны и очень важно возможностей разного бизнеса например это похоже на это суда вы не можете 200 литра наливать понимать емкость этого посуда такой некоторый бизнес у него есть производительность такой например если я пойду на улице или вы таксуете выходите на улице и будете таксоват может быть в день заработаете 20 долларов может быть 30 долларов может 50 долларов но тысяч долларов точно не зарабатываете что бы вы ни делали это вы как-то каждую минуту людей посидите не заработаете это потому что производительность этого бизнеса столько разные бизнесы имеют разные производительности поэтому когда выбираешь бизнес на несколько важных вещей надо внимание обратить Первая вещь, надо выбрать растущий рынок. Я когда это понял, я начал посмотреть, почему Чичваркин разбогател, Евросет построил. Потому что он попал на растущий рынок, когда массовый народ начал купить сотовые телефоны. Потом я начал внимательно посмотреть, Маргулан Сесимбаевич, почему разбогател. Потому что он же сам рассказывает свою историю, когда покупал, например, компанию сотовый отряд. И за 12 миллионов продавал там за 400 чем-то миллионов. А почему? Потому что был растущий рынок. Только на массовый, это в 2007 годах, когда массовый народ начал использовать сотовый телефон. Или Alibaba, Джекма. Потому что массовые китайцы начали продавать по всему миру товар. Он создал Мостик, или Валбрес в России, или Амазон и так далее. Это растущий рынок. Когда ты растущий рынок, ты поймешь, это похоже на что? Это похоже на сёрфинг. В сёрфинге не надо много пахать. Просто надо держаться на доске. Сама волна тебя ведет. И за доли секунд бросать тебя до берега. Я хожу специально, тренируюсь, учусь на сёрфинге кататься и так далее. Раньше я не видел, ездил в океан, чтобы это научиться. Хотя я хорошо не умею плавать. То есть первым, на что надо внимание обратить, это растущий рынок. Это важно. Когда ты находишься на растущем рынке, растущий рынок ошибки прощает. Если ты не профессионал, или команда ещё не профессионал, или у тебя нету много капитала, всё равно прощает ошибки. То есть ты всё равно на прибыль остаешься. Всё равно на прибыль. Первым, что надо браться, я понял, это растущий рынок. То есть второй, надо здесь без довода вопрос посмотреть на своё окружение, на что люди дальше хотят потратить деньги. Надо сидеть, думать, о чём они говорят, что они ищут. Потому что кто тебя окружает, это есть потребители. Просто надо быть внимательным. Почему артель разбогател? Миллиардный стал. Технодом в Казахстане, Сульпак, миллиардный компания. Потому что голод был после Советского Союза. Артель в Узбекистане, он крупная компания. Почему? Потому что в некоторых районах, селах Узбекистана только-только начали себе позволить холодильник. Только-только. Ещё кондёрный у всех есть. Да? Да. Только-только. Массовый народ позволяет себе. Поэтому, когда вы чётко поймёте растущий рынок, вы разбогатеете. Таково правило. Это растущий рынок. Например, Мурат Бельник, почему он стал крупной компанией у вас? Или Элит Хаус у вас тоже? Или как там? Голден Хаус. Голден Хаус. Почему? Потому что растущий рынок. Например, 20 лет назад здесь они начали банкротить себе с недвижимостью. Может быть, они начали, кто-то из них 10-20 лет назад, но он медленно двигался. А сейчас они очень хорошо строят. Значит, первое, самое главное, это растущий рынок, да? Да. Да. Надо понять. Надо понять. Второе. Надо чётко понимать, на что люди готовы тратить деньги. Третья вещь, вот это то, что он сказал, это отталкиваться от рынка, отталкиваться от потребителя. Это самое выгодное. Может быть, ты не умеешь это делать, может быть, ты не понимаешь это. Научишься, господи, что, сложно что ли? Иди учись. Не умеешь, иди учись. А второй подход, отталкиваться от самого себя. Отталкиваться от себя, что ты хорошо умеешь делать. Что ты очень хорошо умеешь делать, у тебя это легко получается, и ты не устаёшь от этого. А теперь попробуй, можешь ли на это создать рынок. Так делал Adidas, так делал Nike, потому что он сам был спортсмен, ему нужно, он понял, где дискомфорт, кроссовка для бега и так далее. Вот так и появились многие вещи в мире, если так внимательно посмотреть. То есть можно отталкиваться от того, что хорошо ты умеешь делать. И перед этим ты это делишь лучше других. Чтобы люди выбрали тебя, а не твои конкуренты. По сравнению с конкурентом надо быть лучше. И надо понимать, почему люди платят деньги. Люди платят деньги в трёх случаях. Первый, они платят деньги, когда они сами это не умеют делать. Если они сами это не умеют делать, они готовы платить деньги. Например, если он не умеет такой красивый ремонт делать, он платит деньги. А если он сам мог бы, не платил бы. Сам с ним скажет, давай вдвоём делаем. Если он мог бы свою машину так ремонтировать, не платил бы деньги. Первый, за что платят люди деньги, когда сами не умеют это делать. Второй, платят деньги, когда это экономит им время. То есть он может, но это ему не выгодно самому это делать. И третий вариант. Люди платят деньги, когда лучший вариант не найдёт, чем то, что тебе предлагаешь. Поэтому нужно просто эти вещи создавать, и всё. Надо сделать так, чтобы ты своё был лучше, чем друг. Всё. Иногда людям не говорят, вы не боитесь конкуренции. Я говорю, наплевать хотели на эти конкуренции. Я говорю, почему? Потому что я прекрасно знаю, что я делаю. Всё. Я фокусируюсь на том, что делаю, и стараюсь это делать лучше, чем меня окружает кто-то. И всё. И чтобы потребитель выбрал тебя. Второе, что я рекомендую, вот на это. Отталкивайтесь от себя, посмотрите на это. Или третья вещь. Посмотрите мировой рынок. Посмотрите мировой рынок, на что люди нуждаются. И посмотрите потом свою страну, что вы можете дать им. Может ли тот нужду удовлетворить, обеспечить. Всё. Одним словом, надо начинать бизнес всегда с маркетинга, с изучения потребностей. А потом второй вопрос, понятно, могу ли это лучше других делать. А если нет, научись и делай. Давайте суммируем растущий рынок. Идея либо новая, либо уникальная. Своевременность появления на рынке, существующий спрос у потребителя, высокий потенциал рост. То есть это означает, то, что делаю я, ближайшие 5-10 лет могут потенциалы высокие. Потом самое главное, чтобы ты сам был готов, то, что хорошо умеет делать я, и это команда, которая способна это делать. Всё. Всё. Если эти вещи будут, человек построит крутой бизнес. Бизнес строить нелегко для тех, кто не понимает. А бизнес строить просто, очень просто для тех, кто это уже понял. Один парень в испанском городке, он просто попробовал варенье у своего бабушка. Ему понравилось это. Он просто потом бабушке научили, как это варенье делать. Он просто это начал делать популярным. Бабушка делала только для него всю жизнь. Но она его не делала популярным. А он понял, что это хороший продукт. И однажды варили, его таскал просто по магазинам, оставил. Через несколько лет это стало известнее варенье, и пошло, и поехало. Поэтому, когда вы делаете хороший продукт, надо сделать его популярным. Не стесняться. Говорить о нем уверенно. Есть менталитет азиатов, даже СНГ, есть менталитет европейцев, американцев. Мы думаем, что если кому-то надо, сам просит. А американцы, европейцы говорят, если у тебя есть хороший продукт, ты обязан говорить о нем. Даже никогда не просит. Иди говори, иначе люди откуда узнают. Так что надо говорить о своем бизнесе, надо говорить о своем продукции. Есть о чем гордиться, надо гордиться. Скажем, вот открыл бизнес теперь, да? А теперь как управлять этим бизнесом? Это самая большая проблема. На что обратить внимание? Открыть это легко. Вести бизнес труднее. Открыть все, большинство откроют. Недавно прочитал пост Игормана. Он считается маркетологом новой России. Он писал, что Росстат, то есть статистика России, показывает, что 92% тех, кто открывает стартап, они закрывают этот бизнес в течение года. 92%? 2%. Еще 2% закрывает через 2 года, в течение 2 года. Останется 6%. 94% они закрываются. Останется 6%. Открыть бизнес – это намного легче. Первая причина, почему много стартапов, можно сказать, проиграет, это они недофинансированы. Первоначально недофинансированы. Или открывают в долгах. Кредиты берут и открывают, или долг берут и открывают. Это первое. Большинство ошибок в этом заключено. Я же много консультеров видел это. Второе. Большинство, кто открывает эти бизнесы, они в голове специалисты, они не бизнесмены. Например, он поработал где-то. Может быть, он работал менеджером по продажам. Может быть, он работал технологом или поваром или кем-то. У него чуть-чуть разногласия. Или он еще не созрел, как этот бизнес полноценно не усваивал. И он идет открывать свое. Например, он работал официантом или администратором. Пойдет ресторан открыть. Или он учителем будет, пошел, школу открывать. Или он там швея был и пойдет, свой всех открывает. По производству одежды или чего-то нибудь. Он еще не бизнесмен, он не мыслит как бизнесмен. Он еще просто специалист. В голове он специалист. Поэтому он тряет. Почему? То есть открыт-открыт. А вести как? А вести это уже совсем другое. Я бы рекомендовал лучше сначала три вещи усваивать. Первое – это бизнес-мышление. Это другое. Это абсолютно другое вещь. Когда человек специалист, он только понимает, как продукт делать. Только часть продукта, да? Да, он всего лишь знает о продукции. И он думает, что все знает. Это всего 10% даже нет. Поверьте, это 10% нет. В первую очередь я рекомендую воспитать себе бизнес-мышление. А бизнес-мышление формируется только среда бизнесменов. Он не формируется в другом месте. Если ты адвокат, ты знаешь адвокатов. Если ты таксист, ты знаешь таксистов. Если ты не бизнесмен, ты их не знаешь. Поэтому сначала иди в среда, где они ходят, где они тусуются. В спортзал, где они ходят. И в тренинге, где они ходят. Где они об этом говорят. Будь в этой среде. Потому что единственная вещь, которая изменит мышление – это среда. По-другому не можешь это делать. Не можешь попасть в своих тренингах, денег нет у тебя. Но на книги же хватает. Читай книги, вот такой YouTube-канал откройте бесплатно. Смотри это интернете. Много слушай их беседы. Соответственно, бизнес-мышление постепенно формируется. Первое, что надо делать. Второе, надо очень хорошо усвоить менеджмент. Организационные навыки развивать. Организационные способности. Это важнейшая вещь. Менеджмент надо понять. Чтобы ты мог работать с командой. Ты в одиночке не построишь компанию. Командой и так далее. Управление человеческим ресурсом. Это важнейшая вещь там. Третья вещь – управление ресурсом. Ты должен сообразительным быть ресурсом. Нужно лучше пойти учиться, потом открыть бизнес. Иначе очень невыгодно. Дорого обойдутся ошибки. Долги попадешь. Потом, пока эти долги закроешь, годы идут жизни. Внутри сломаешься, психологическая нагрузка. Не надо это делать. Лучше сначала учиться этому, а потом пойти уверенно делать эти вещи. Третья вещь – это управление ресурсами. Кто открывает бизнес, он должен понять, как деньги работают. Он должен понять, как эффективно управлять ресурсами. Он очень должен понимать эти вещи. И я покажу самый короткий путь. Найдите себе наставника, потом делите бизнес. Это самый короткий путь. Год работы с наставником экономит 20 лет вашей жизни. И это куча денег экономит. За 3-5 лет станете миллионером, если правильно работаете. Ну ладно, на 10 лет в крайнем случае. И двигайтесь вперед. Это же самая дешевая вещь. Не понимая людей, которые деньги найдут на машине, деньги находят на одежде, деньги находят на еду, деньги находят на ремонт. Или они покупают офис, им кажется, что как будто это решает проблему бизнеса. Вы что, с ума сошли? Вы головой принимаете решение. Не мебель принимает решение, не компьютер, не машина. Вы своим умом принимаете решение. От вашего решения зависит успех. Поэтому последствия вашего решения – либо банкротство, либо прибыль. Поэтому чем больше мы принимаем правильные решения, мы приближаемся к своей цели. А чем больше ошибочных решений, мы отодвигаемся от цели. Например, вы приняли решение брать какой-то кредит, или открыли новую торговую точку, или покупали какое-то оборудование, которое оказалось проблемным, или зашли в какой-то новый рынок, новый регион, который потом мало не показалось, куча проблем, куча затрат, съедал ваши деньги. То есть получается, что любое решение, которое вы принимаете, вы опираетесь на свой уровень понимания. В одном своем книге «Талисман победителя» он написал так. Граница достижения человека определяется уровень его понимания. Это означает, что мы не можем в свою жизнь принести то, что не понимаем. Мы принесем в свою жизнь только то, что нам понятно, то, что мы умеем и так далее. А вот теперь он открыл бизнес, он начал управлять своим бизнесом, теперь его нужно масштабировать. Вот у вас есть несколько бизнесов, где по сотне магазинов. Как масштабировать? Что важно? Это система. Это сложная вещь. Пока не появится система, масштабировать не можешь. Пока детально не оцифруешь бизнес, его не можешь масштабировать. Пока не упакуешь бизнес, это нереально масштабировать. Потому что одно магазин управлять – это одно, а десять – это совсем другое. Это, знаете, похоже на что? Другие уровни знаний нужны. Например, чтобы открывать бизнес, достаточно знать продукцию, достаточно понимать клиента. А когда уже вести бизнес, уже надо знать менеджмент, управление финансов и так далее, управление человеческими ресурсами и так далее. А теперь, когда масштабировать, совсем другие знания. Если теми самыми знаниями питаются, масштабироваться – гарантированный банкрот. Потому что воровство пойдет, просрочки пойдут, штрафы пойдут, надутые расходы пойдут. Ты арендовал площадь – платить надо. Ты заработал, не заработал – никому не интересует. Арендовал – надо платить. Никому не интересует. У тебя получается – не получается. Брал кредит – надо платить. Нанимал людей – надо платить. И эти расходы они постоянно, они сожирают каждый месяц. Ты не успеешь – глазами моргнул месяц проходит. Опять надо отдать деньги. Ты еще не успел ничего заработать – надо уже платить. Поэтому это разные знания. Нужно просто усваивать знания по масштабированию. Вот что я рекомендую. Нужно научиться систематизации бизнеса. Мне некоторые люди задают вопрос – как вы выращиваете миллионеров? Я как раз вот то, что ты говоришь, этого обучаю. В моем годовом обучении я обучаюсь систематизации бизнеса. Что это значит? Надо построить систему, в которой бизнес масштабируется без твоего участия. Это как дерево. От него падает семечко, превращается в второе. И постепенно лес. Цели лес. Вот это и есть масштабирование. Это законы природы. Посмотрите. Атомы электронные. Рождаются опять новые электроны и так далее. Это закон, который Всевышний как пример дает нам. Человечество так приумножался. Сто лет назад было 2,5 миллиарда. Сейчас уже 9. И вот этот закон необычно работает. Нужно создать систему, которая саморазвивающая. В этом я, можно сказать, профессионал. Вот это мой конек. Моя сильная сторона. Именно это. Я разработаю крутую бизнес-модель для своего ученика. Разработаю. Я сильный стратег. Разработаю крутую стратегию. А потом упакую его в бизнес. И по этим бизнес-моделям мы его масштабно масштабилим. Вот так много моих учеников стали миллионерами. 38 долларов миллионера. В данный момент мы выросли. Правда, где-то, может быть, 5 из них, может быть, 7 из них. Они пришли ко мне, уже были миллионерами. Но мы им помогли 2-3 раза увеличиваться. Например, человек пришел к нам со стороны 3 миллиона. А сейчас у него 10 миллионов. И человек пришел на 10-12 миллионов. Со стороны 40 миллионов сейчас. Всего за 2-3 года. Мое профессиональное знание попало на базу его опыта. Это 3-4 раза человека расширяете, развиваете и так далее. Поэтому масштабирование происходит путем систематизации. Тут другие знания нужны. А если эти знания не усваивая делаешь, это опасно. Это, знаете, похоже на что? Например, я такой пример привяжу. Вы когда-то ездите на велосипед, а для этого диплом не нужен. Диплом не надо. А как мы учимся ездить на велосипед? Падая, поднимаясь, падая, поднимаясь. Падая, поднимаясь. Это тактика. Это стратегия, которую мы усваивали ездить на велосипед. Правильно? Да. А теперь, можно ли эту стратегию использовать, чтобы везти самолет? Нет. Один раз падаешь, и тебе нет больше. Так? А чтобы самолет везти, совсем по-другому надо учиться. Согласен? Я к бизнесменам говорю, послушай, ты питаешься везти самолет, но хочешь это как велосипед учиться. Не дай бог, если у тебя там по 20-30 миллион долларов кредитов. Да ты умрешь навсегда. Я видел много бизнесменей, которые сломались навсегда и не могли вернуться на рынки. Таких вот так хватает. Поэтому нельзя самолет везти по принципу велосипеда. Вот поэтому, когда человек говорит, что я хочу больше обидоваться учить, я говорю, эй, иди на наше годовое обучение. Нормально учись. Как в самолете учатся люди везти? Зато тебе легче. Живим останешься. Твои мечты остаются живой. Ты достигаешь его. На поле пути не бросаешь его. Поэтому многие бизнесмены, которые питались без знаний, я без профессиональных знаний имею ввиду. У них есть опыт, но это опыт не работает. Теория другой. Практика другой. Профессиональный другой. Профессиональные знания. Я заметил, что теория не занимает места практика. Практика не занимает места профессиональных знаний. Никогда не занимает. Если у человека есть наставник, и он профессиональные знания, 3-7 лет уходит, чтобы создать систему, от 3 до 7 лет. А если нету профессионального знания наставника, никогда он не появится. Да хоть и сто лет работы не появится. Надеяться, что я самоучками это делаю, это самоубийство. Это самоучками питается самолет изобретат. Да лучше пойти научиться водить его, чем изобретат. Ты живу, может быть, твоей жизни хватит изобретать его. Я не могу понять некоторых людей. Я могу говорить, ты же телефон купил, да? Да и не купи эти знания. Зачем ты питаешься изобретать телефон? Это же время. И не факт, что у тебя получится такой телефон. Согласен. Он говорит, да я сам потихонечку. Да ты сам потихонечку пока поймешь, рынок меняется, уже клин меняется. Твоя идея устареет, твой продукт устареет. Да ты ничего не успеешь. Время уйдет.